Добрый день, друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Айрогов и я. Давненько мы не снимали для вас видео, но сегодня у нас хороший повод. На разборе компрессор от бренда No Name, компрессор Starter, который так многим полюбился. Это его обновленная версия. Ну, начнем по порядку, собственно, с упаковки. Упаковка у нас немножко увеличилась в размерах, собственно. Теперь сюда помимо самого компрессора можно положить даже курковый айрогов с какими-то бачками. То есть, наверное, это можно отнести к плюсам. Собственно, по комплектации у нас идет сам компрессор. Компрессор идет, зарядный кабель, как и раньше, но теперь замечу он не с разъемом Type-C, а с обычным таким штырьковым, как в старых мобильных телефонах. И вот такой вот шланг со штуцером 1,8 с переходником. Поэтому мы намерили в нем где-то метр двадцать длины. Но попозже расскажу, для чего он нужен. Остановлюсь сейчас только на самом компрессоре. Так, убрали все лишнее. Давайте поговорим по самому компрессору. Сразу скажу, по техническим характеристикам он особо ничем не изменился. Такая же производительность. 7-8 литров в минуту. До полутора часов работы. И где-то максимальное давление до полутора атмосферы. Ну, естественно, оно падает. Попозже покажу, например, насколько оно падает, когда мы нажимаем на крок и рогов. То есть, особых изменений здесь нет. По форме корпуса, видите, в сечении такой же у нас квадрат со скошенными, с круглёнными углами. Чуть-чуть побольше стало по длине. Ну, тут особо, как бы, ничего и не поменялось. Единственное, что изменилось у нас в оформлении. Если смотрели наше прошлое видео, помните, что корпус у старого компрессора был глянцевый. А верх и низ был из такого серебрёного пластика. То есть, внешне он очень дорого-богато смотрелся. Кому-то это, наверное, нравилось. Здесь у нас матовый корпус. Но на нём зато отпечатки менее видны. Тут по оформлению каждый решает сам, что ему больше нравится, что меньше. Из минусов от себя хочу добавить. То есть, это отсутствие индикатора зарядки. На прошлой версии он был. Вот это действительно минус. Надеемся, в следующей генерации эти компрессоры производители это исправят. Теперь же по плюсам. Что самое главное и для чего, собственно, затевалось всё это обновление. Как вы помните, на старом компрессоре у нас он мог работать нормально только с японскими аэроговами и с их аналогами китайского производства. То есть, там у нас был вкручен сюда вот в корпус воздушный клапан. Он был съёмный. То есть, можно было либо вкрутить сам аэрогов полностью с его воздушным клапаном, либо выкрутить из-за аэрогов и клапан и вкрутить его в клапан, который был на самом компрессоре. Мы нажимали на курок. Шток нажимал на кнопку, которая находилась внутри компрессора. Компрессор начинал работать. Собственно, в этом и были основные претензии. То есть, не со всеми аэроговами компрессор мог работать. Наконец-то производитель прислушался. Голосом потребителя и изменил конструкцию. Как это работает теперь? На выходе у нас теперь обычный штуцер. Резьба 1,8. Собственно, теперь мы можем подключить вообще любой аэрогов с резьбой 1,8. То есть, неважно, японский, китайский, немецкий, американцы с переходниками. То есть, что угодно, что нам хочется. Вот специально я сейчас беру компрессор. Взял три аэрогов, абсолютно разных производителей. Harder Steinbeck Infinity топовый. Китаец, Jazz Fingers, тут неважно, как это все, все примерно одно и то же. И американцы по ашею предварительно накрутить на него просто переходник под 1,8. Вот, собственно, сейчас при вас покажу, как все это работает. То есть, мы просто берем аэрограф, накручиваем его на штуцер компрессора. Все, накрутили, не болтать. Нажимаем на кнопку включения. Все, компрессор набрал давление. Контур у нас запнут. То есть, пока мы не жмем на курок, компрессор не работает. Нажимаем на курок. Компрессор пошел работать. Закончили работать, хотим оценить. Отключили компрессор, спокойненько. Оценили его. Ну, то же самое, быстренько продемонстрирую с немецким товарищем. Да, кстати, неважно, какой там Harder Stenbeck вы захотите, базовый ультру, дорогой, Infinity, клапан-воздушник одинаковый. То есть, подключаем, что хотим, что нам больше нравится. Все, нажали, то же самое. Контур замкнут, нажали на курок, компрессор начал работать. Все очень просто. Ну, кажется, теперь, чтобы далеко не ходить, сразу уж и американцы. Здесь ПАШЕ, ну, в принципе, то же самое касается и аэрогов фирмы Badger. То есть, накручиваем переходник под американскую резьбу на штуцер 1,8. То есть, и, собственно, так же накручиваем компрессор. Все. Все. Все то же самое. Нажимаем на курок. То есть, идет блудок. Отключаем. То есть, теперь мы можем работать, по сути, с любыми производителями, каким захотим. Единственное ограничение, это, собственно, размер сопла, поскольку компрессор маленький. Выдает он свои честные 7-8 литров. Потому что в интернете бывают компрессоры примерно такого же формата, но с раздутыми, там, какими-то невозможными 15-20 литрами в минуту. Конечно, такой производительности он не выдает. Свои честные 7-8 вполне. То есть, сопла размером где-то до 0,3 мм, вот Паша где-то даже 0,38 мм вполне может работать. Краска достаточно жидкая должна быть. Спокойненько работаем. Итак, мы посмотрели, как подключаются различные аэрографы к этому компрессору. Давайте теперь, как я и обещал, расскажу, зачем нужен этот шланг. А нужен он вам, собственно, для удобства работы. То есть, теперь мы можем работать компрессором, подключая его не напрямую к аэрографу, как вы видели ранее, а, например, можем просто его положить в карман, подключить к штуцеру с одной стороны, а с другой стороны шланг накрутить на аэрограф. То есть, как, допустим, мы подключаем руку к компрессору, например, с большим ресивером. Принцип тот же самый. То есть, компрессор лежит у нас где-то в кармане. Мы можем работать хорошо по каким-то горизонтальным поверхностям, по стенам, например, рисуя какие-то картины. Но здесь есть нюанс, один нюанс, о котором я должен вам сказать. Компрессор, как я говорил, у нас в характеристиках не изменился. То есть, 7-8 литров в минуту, максимальное давление до 1,5 атмосферы. Шланг съедается это давление, поэтому я сейчас постараюсь вам продемонстрировать это визуально. И этот момент нужно учитывать в работе, поэтому, в общем, смотрите сами. Собрал небольшой такой испытательный стенд. То есть, что тут у нас? Обычный китайский эрогов, Сапо-02, подключен к тройнику. Здесь обычно вот этот штуцер от шланга 1,8. Также в тройнику откомп манометра. То есть, сейчас я подключу его к компрессору, включу. Мы увидим давление просто, когда эрогов подключен к компрессору. Затем нажимаем на курок, и мы увидим, насколько упадет давление при нажатом курке. Потом мы повторим этот опыт, но уже с подключенным шлангом. То есть, у нас как раз-таки изменяться будет только длина шланга. И посмотрим на эти цифры, которые нам покажут манометр. Тобственно, давайте начнем. Отключаем. Нажимаем. 1,4 примерно атмосферы. Ну, в реальности, производитель указывает 1,5, но здесь сама эта конструкция у нас, конечно, немножко съедает давление. Поэтому будет она чуть побольше, если мы подключим напрямую. Но нам сейчас это не важно. Нам важно просто посмотреть цифры. Еще раз включаем. Нажимаем на курок. Примерно 0,75 может чуть-чуть поменьше. Настолько падает у нас давление. Собственно, восстанавливается. Запомнили цифры. 1,4, 0,75. То есть, просто включенный и под нагрузкой. Откладываем. И, собственно, точно такой же аэрограф, сопло 02. То есть, ничего не меняется. Такой же тройник. И шланг из комплекта. Подключаем. Включаем. Примерно где-то 1,2 атмосферы. 1,2 бар. Нажимаем на курок. Где-то 0,5. 0,5 атмосферы. То есть, видим падение на 2,1 атмосферы. При такой небольшой производительности и таком маленьком компрессоре достаточно такая серьезная величина. Поэтому, по возможности, все-таки, если вам так хочется использовать компрессор со шлангом, постарайтесь, чтобы у вас не подключать, во-первых, аэрограф с большим соплом 0,2. Это максимум. Использовать максимально жидкую краску, потому что падение давления большое. И, опять же, это относится к любителям подключать, например, очень длинные шланги. То есть, трехметровый шланг. Можете представить, какое здесь будет уже падение давления. То есть, наверное, 0,4-0,3 вообще будет на нажатом курке. Или вообще там, как вот некоторые любят взять два шланга, их через штуцер срастить, чтобы такая змея там 6-метровая получилась и работать. То есть, потеря давления в гибких таких шлангах, она достаточно серьезная. То есть, вот здесь длина где-то метра 20, а мы уже потеряли почти две десятки. Что на включенном компрессоре, что на компрессоре под нагрузкой. Ну, что же, давайте теперь подведем короткие выводы по нашему сегодняшнему видео. Так, мы закончили рассмотрение и испытание компрессора стартера от бренда No Name. Что можно сказать? Изменения однозначно пошли именно на пользу. Теперь мы можем работать с эргофами любых производителей. Не заморачиваясь на подключение. Там какие-то воздушные клапана, их конструкции, там выкручивание, не откручивание. То есть, просто подключаем, работаем. Единственное, на что стоит обращать внимание, это размер сопла. Максимально где-то 0,3 миллиметра. Дальше спокойно работаем. Из таких серьезных минусов, однозначно отмечу, отсутствие индикатора зарядки. Надеюсь, в следующем дополнении это исправят. Внешний вид. Да, стал проще. Кому-то нравится, кому-то нет. Тут уже каждый решит сам для себя. Что хотелось бы еще, наверное, улучшить. Это чуть-чуть добавить мощности. Не страшно, если компрессор станет у нас чуть-чуть потяжелее. Но зато мы спокойно сможем работать со шлангом. У нас будет меньше падения давления. То есть, это действительно такое хорошее задел на будущее. Надеюсь, в следующей итерации производитель прислушается к нам, как сделан в этот раз. И еще улучшит свой компрессор. На сегодня все. Ссылки на оборудование и прочие аэрографы, которые вы видели в нашем сегодняшнем видео, вы сможете найти внизу, под роликом. Всего доброго. Всем до свидания.